Всем привет! С вами вновь Андрей Лов. И давайте что-нибудь поделаем в фотошипе. Конечно, мы сегодня с вами порисуем фигми. Суббота, значит, время поговорить о дизайне. Но сначала мы переходим в группу ВК. Есть обсуждение. Здесь есть обсуждалка, разбор работ за 3.2.2. И сегодня у нас работа от Макса. Андрей, привет! Макс, тебе большой привет! Разбери, пожалуйста, работу, одно из домашних заданий на курсе эпоха композиции. Сегодня мы немножко погрузимся в домашние задания учеников. В планах доделать ее и выкладывать в портфолио. Это правильно. Хочешь свое мнение услышать, где плюсы и минусы, возможно, где-то не докрутил. Заранее благодарю. Макс, тебе большое спасибо за заказ разбора работ за 3.2.2, что у тебя очень-очень правильно выполнено ДЗ. Все почему ты в том числе посмотрел разбор домашних заданий и учел те нюансы, которые мы как раз в курсе по графическому дизайну проходили. Но хочется начать не с первых блоков носителей, а вот с предпоследнего. Ну, опять же, предпоследний экран. Вообще они как бы повторяются. И рассказать, опять же, о мышлении. Почему именно мышление определяет дизайнера, а не программа, где мы что-то там двигаем, что-то дергаем. У нас какой-то шрифт, свойства цвета, у нас какие-то формы, его величество контент. Вот если дизайнер начинает мыслить конечными носителями, а это уже есть донесение некой информации через призму визуальных рядов некой компании до конечного потребителя, то он рассматривает логотип, всегда его рассматривает как часть фирменного стиля. А не вот так, как «давайте сделаем логотип, сделали, а что дальше?» Непонятно, что делать дальше. Логотип — это часть фирменного стиля. При правилном подходе формирование акцента 1, акцент 1 в хорошем фирменном стиле, именно в графике, это всегда визуал, по-другому счету называется k-visual, либо же основное изображение, некая картинка, что-то сюжетное, что-то связывающее с компанией, с ее процессами, то именно вот этот дизайнер всегда будет делать хорошо. Давайте уберем здесь сознанием всю информационную вставляющую. Вот информационную вставляющую, информационная, 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 информационная. И оставляем в чистом виде визуальной ряды. Вот здесь дизайнеры обязаны конкурировать, а потом уже доставлять информацию. Да, есть носители, например, если мы повернули бы, это была бы листовка, там вообще в чистом виде была бы информация. Поэтому вторая часть именно познания в мире графического дизайна. Потом как большой массив данных информационный правильно сверстать. Но вот здесь ты прям пошел по очень сильному правильному пути, но как по мне, ты не увидел развития своего же носителя. Ты сделал два, фактически, акцент один. У тебя два Key Visual, два изображения. Первое это фото на коллаж. То есть у тебя есть обтравка, совмещенная с фоном. И плюс еще ты усиливаешь эта фоновая презентация. Отлично. А второй ты делаешь форму, которую мы до этого дойдем. Ты берешь из логотипа и ставишь обтравочные маски с выносками как раз контента. То есть тем самым ты совмещаешь третий уровень формы с четвертым. И у тебя аж целых два носителя появляется. И вот ты это все совмещаешь, а можешь показать скролл. То есть ты берешь и ставишь изображение у нас на Behance 1400 пикселей. Сначала первое изображение. Причем на то, что мы дальше посмотрим, здесь нужно убрать все дублирование. И в скролле человек доходит до второго экрана. Ты не обязан в фирменном силе совмещать. Ровно как логотип обязательно должен быть в начале, не обязательно. Можно сначала показать изображение в чистом виде Key Visual. Визуализирую опять же, что нижний уровень всегда типографика, информация. Свойства цвета как минимум два, чтобы информация была контрастна к фону. Потом некие формы, которые дизайнер использует. И его величество контент. Контент самое главное. Мы с него всегда можем начинать. И у тебя здесь, в данном случае, давай я все это назад верну, чтобы на ничего не мешало. Ты аж создал два просто потрясающих классных акцента один. И композиция этого блока выглядеть будет следующим образом. Первый экран 1400. Ты показываешь как раз верхний калаш. У тебя фон совмещен с изображением. И вот здесь может быть заголовок. Попридержи название компании. Зачем? Дай возможность человеку посмотреть, что компания продает и как это называется. А вот внизу в скролле, да? Причем ты же можешь здесь и перехода в визуализацию на фоне сделать. У тебя появляется как раз уже вот второй. Это калаш. Ты берешь из логотипа форму, которую ты сделал. Здесь обтравочные маски. И самое важное. Ты вообще эту форму можешь из логотипа убрать. Потому что логотип это как конструктор. Это не более чем подпись, да? Цифроваешь в компании, что это наши, не конкуренты. Здесь идет все предложение. И в конце ты сценарий завершаешь логотипом. Там либо с правой стороны, либо с левой. Здесь, например, сайт. А здесь название компании. Все. У тебя мысль абсолютно верная. Самая сложная в этом носителе. Ты сделал. Осталось теперь все это дожимать. Но когда дизайнер уже способен делать такие композиции от визуала. Я считаю, моя задача, что мысли в рамках разбора домашних заданий, в рамках цикла работы. Просто направить в более сильное решение. Теперь по поводу дублирования. Дублирование всегда обесценивание исходного блока. Когда у нас есть xd-дизайн, xd-дизайн, xd-дизайн. Это все дублирование. Мы должны достать что-то одно. И как до этого я говорил, по сути, логотип это цифровая подпись. Его вообще можно убрать при условии, что у нас название, например, домена. Ведь хороший бизнес, который все это пытается построить свой бренд. Он сразу формирует название, нейминг. И смотрит домен. Если у нас они совпадают, можно даже название логотипа вообще убрать. Это уже оттавизм считать, что вот эта бирка обязательно должна быть в исходном форме. Ничего подобного. Мы форму можем использовать исключительно в KeyVisual. Она вообще может в логотипе не появляться. Это только шрифтовую работу. А с шрифтовой работы, если она напрямую связана с названием еще и сайта, основного цифрового продукта, где, например, они продаются, так мы его оставляем. Все. То есть дизайнер как раз мыслящий приходит к решениям, которые раньше лет 20 не принимались. Почему? Да потому что на рынке менеджеры друг к копируют. Они не самостоятельно, они не рассуждают, они не анализируют. Они просто видят, о, они делают так. Давайте так же сделаем. Поэтому на это тоже ты можешь все убрать. По поводу нижней визуализации. Тут, конечно, вопрос, что это за носители. Все-таки это наружная реклама. Тут недостаточный размер. Хотя есть целый подход, сколько я когда на улице гуляю. Дизайнеры из веба, где там, конечно, все от пространства идет, от отступов, вот как раз приносят вебовские решения в наружную рекламу. Как по мне, это сомнительно. Но если мы рассматриваем, что это некая печатная продукция, флайер просто так презентовал, то, конечно, да. Но тогда с обратной стороны будет еще какая-то информация. Вот здесь ровно то же самое. Первое мы можем убрать. Вот эти вот всевозможные ненужные плотности. Все почему? Чек по контексту додумает. Для ноутбука 15.6. Абсолютно верное решение. Мы не обязаны союзы куда-то переносить. Это ровно такой же автавизм для людей, внушаемых, которым объяснили, что нет, это уже не обязательно. Мы можем визуально все приводить к прямоугольникам. Именно руководствуясь все-таки эстетикой. Язык дизайна выше правильности любого языка, на котором мы говорим. Если визуально это оправданно, мы это можем оставить. И вот этот момент, поскольку тут такое перечисление у нас, да, тут два ты пытаешься показать вот равенцу. Здесь один и здесь три. И то как раз в композиции, которую я тебе предложил, ты можешь дальше это сделать с увеличенным размером. То есть человек идет по скроллу, да, то есть ты ему показал сначала один коллаж с названием. Потом ты ему показываешь второй KeyVisual, да, и здесь как раз может появиться, вот, например, сайт, он же связанный с логотипом. То есть ты берешь название логотипа, этот шрифт у нас Unboarded, да, но он не так давно вышел, поэтому его можно считать как новым для дизайнера, так и для индустрии. То есть ты вообще, логотип просто, он у тебя испаряется, потому что он уже находится здесь в названии, а мы это как раз и показываем. Мождача с этим связать с названием компании, с брендом. А вот после вот этого коллажа, которому ты больше размера дашь, у тебя же появляется целый носитель, дальше вот как раз белый фон ты продолжаешь, это отличное решение, конечно, потому что белый фон всегда позволяет поставить хорошие акценты. Вот это ты можешь увеличить, у тебя получается больше размер визуализации, где как раз, например, ты сравниваешь здесь, у тебя будет текстовый блок, дальше один текстовый блок и один текстовый блок. Портфолио — это тот мир, где мы можем показать фактически абсолютно правильное, верное, точное мышление в дизайне. В реальных коммерческих проектах всегда есть влияние менеджеров. Они так хотят, потому что так хотят, вот мне недавно понравилась фраза в комментариях, да, у меня супервысшее образование, самое высшее образование, межгалактическое образование, но я так хочу. Когда у человека нет аргументов, он пытается на что-то сослаться, вместо того, чтобы объяснить рационально, почему так нужно сделать. И вот поэтому получаются там всякие такие квазимоды четырехбальные в вебе. Но здесь все верно по визуалу, правильно по визуализации, осталось все это доделать. Этот экран показывает, насколько это и точно верно, воспринимаешь информацию. Потому что в процессе обучения самое сложное — это сделать так, чтобы дизайнер сначала нарисовал то, что он проходит, а потом, если он хочет, показал свое эго, то есть некий второй носитель, как он представляет свое творчество. Сложность всего обучения, когда дизайнер отвергает, и он вроде как приходит учиться, а при этом он такой, да-да-да-да-да, делает по-своему, просто с желанием, чтобы его оценили. Ну, тогда можно не приходить на обучение, можно заказать разбор работ, 3-2, я рон так же оценю, так же подскажу, так же нарисую, и каждый дизайнер может принять решение, да, соглашаться, нет, не приглашаться, принимать это, либо не принимать. Абсолютно верно направление, все сделано правильно, нужно только дожимать. Самое главное, что ты понял, что основа хорошего фирменного стиля — как раз в современных реалектовом сети нейросеть нам помогает, мы еще так же немножечко посмотрим, и это вот уже дизайнер все должен использовать и интегрировать свои проекты. Но все-таки фирменный стиль, он не ограничивается только основным изображением, кей-вижу, да, и небольшой информацией, есть и другие носители, и мы можем всегда либо в табличку, да, посмотреть, которая у нас всегда присутствует в обучении, либо перейти, например, в нейросеть и у нее спросить. Вот прям заходим в нейросеть, чай-дж-пяти, какие носители нужны бизнесу в фирменном стиле? И нейросеть чего только не напишет, просто гигантский талмуд. Но, разумеется, может быть, вы читать все это не хотите, хотя вот логотип всегда на первом месте, все менеджеры считают, что фирменный стиль — это логотип, логотип — это часть фирменного стиля. Дизайнер обязан мыслить категориями конечных носителей, что цифровых, вот тут, видите, даже написано там веб-сайт, например, да, с роинтерфейса, либо же конечных печатных. Логотип сам себе — это просто бирка, которая, еще раз говорю, что это наша, не конкурента. Вот через запятую сами названия носителей напиши. Вот логотип, визитка, бланки, корпоративные бумаги, упаковки, этикетки, веб-сайт фирменной одежды. То есть, когда мы уже пытаемся, вот мы поняли основное такое key visual, да, мы поняли основное изображение, там мы какой-нибудь сделали носитель, мы теперь должны все-таки превратить это в конечный фирменный стиль для компании. Взять еще носители, и вот как раз нам технологии, либо же то, что мы в обучении проходим, у тебя может быть ссылка на чат GPT, может быть ссылка на нашу табличку, подсмотреть, и еще забрать себе 3-4 носителя. Ну и, конечно, с чего-то на то, что ты уже накрутил, ты можешь это просто по экранам делать. Я напоминаю, что уже минимальное количество экранов по беханцу, на которые дизайнер ориентируется, 10 экранов это минимум. То есть, если 10 экранов, нет их в клип по восприятию, то проект смотрится куценно, а значит, он уже не отражает. Суть, как если бы дизайнеру заказали реальный коммерческий проект. В реальном коммерческом проекте фирменного стиля, там не то, что 10, там будет 15-20 экранов, там будет полноценная разработка логотипа, полноценные такие уровни, которые они заполняют, типографические, свойства цвет, формы, которые будут использовать, контент, композиция, да. Потом у нас будет Key Visual обязательно, разные носители. Вот эти разные носители будут давать каждый свой скролл. То есть, отдельный экран у нас ширина 1400, 180 по беханцу. Вот теперь тебе нужно вводить скролл. Теперь давай посмотрим уже с самого начала, потому что основную мысль я сказал, теперь уже буду по мелочам говорить. Вот опять же, первый экран, ты не обязан здесь говорить, прям сразу показывать свою форму логотип. То есть, да, можешь поставить изображение, вот производство фирменных сумок и рюкзаков, попридержи до второго экрана, у тебя тут уже они появятся, ты можешь сразу все это не выдавать информацию. То есть, презентация фактически, это как некий рассказ, да, где мы потихонечку вводим в курс дела. Производство фирменных сумок и рюкзаков, стильность современно практична. Все. Если ты ставишь белый на фон, не ставь тени, зачем? Ну и пусть он будет слабо контрастный. Почему? Акцент один-то на контенте идет, у тебя не может быть это быть акцентом один, который у тебя конфликтует с изображением. А вот здесь абсолютно верное мышление. То есть, вот тут уже вообще нам форма не нужна. То есть, правильное мышление по визуалу. То есть, у нас это фактически рекламная композиция. Она показывает какую-то сюжетную часть взаимодействия с тем, что мы продаем, потом отдельно выносится в обтравки, помещая некую среду, какие-то тени можем прорисовать. Получается калаш. У нас фактически трех объектов. Один объект, второй объект, третий объект. Правильная композиция. Осталась теперь мелочь. Первый, убери вот этот блок, он здесь вообще не нужен. Еще раз, он просто не требуется. То есть, ты его внизу покажешь как эксклюзив. Ты не обязан во всех его использовать в макетах. Почему? У тебя уже есть контент в Абсолют. Здесь не требуется форма третьего уровня. То есть, ты вариативно эти уровни можешь ставить здесь. Ну, это, понятно, я думаю, был первый подход. Здесь не требуется, точнее, информация требует визуализации. А просто оставить это, ну, вот можно тогда поприджать до нижнего блока. То есть, например, первый экран ты показываешь, у тебя заголовок. Здесь отступ, конечно, поджать имеет. Смысл, время новых открытий. Хорошо. И exit-дизайн, опять же, можно на втором экране. То есть, скролл на втором экране. Ты визуализируешь на новом фоне, либо же с новым изображением. Как раз, что у тебя 27 литров, три отделения и так далее. То есть, требуется визуализация, перечисления, они на то и перечисления. Что это не более, чем информация. В графическом дизайне информация визуализируется. Ну, внизу ты это показываешь, просто я по контексту мышления тебе разъясняю. Здесь теперь ты можешь также призвать в макапах. Но то, что я в том числе считаю и объясняю, макапы это все тоже тавизм. Дизайнер презентует свою работу. Вот дизайн и вот самая верная и правильная презентация, с моей точки зрения, это вот таким образом. То есть, мы как бы свой дизайн помещаем в некую среду, но не совмещая принудительно ее вот в какой-то там билборд или куда-то там еще. Да, конечно, чего только менеджеры клиента не хотят. Но задача портфолио акцентировать внимание на вашу работу, на ваши мысли, ваши идеи дизайнерские, понимания задач, их реализация. Безусловно, вы мне скажете, Андрей, на финальный же дизайн всегда смотрится в реальности комнат-носителя. Да, но портфолио это презентация ваших мыслей. А как они там будут в реальности смотреться, вы еще доделаете проект верный, точный, обоснованный, чтобы менеджеры его еще в печать пустили. Ага, это куда более сложный, значит, делать правильные акценты и отступы. Вперед по этому блоку. Здесь посмотрим уже, как ты презентуешь. Да, скачать макап это несложно. Поставить тоже нетрудно. Давай в молочах разберемся. Если в обыдет момент, я так понимаю, ты пытался хроматику этого рюкзака подвести под фон оранжевый, но тогда надо делать по границам аккуратные рефлексы, потому что сейчас он смотрится желто-оранжевым, а должен все-таки быть в нейтралях. Может, конечно, он такой есть в оригинале, но все-таки то, что ты вверху показываешь, он все-таки больше стремится к нейтралям, поэтому хроматику можно подправить. И вот, посмотри, вот у тебя начинается форма раскрываться, она вообще не нужна, по сути, в логотипе. Ты просто ставишь форму как третий уровень, это вообще основа в графике, дизайнер совмещает верхний уровень, а две крайности верхнего уровня это контент в абсолют, либо же обтравка, то есть мы убрали все ненужное, поставили акцент только на нужном. А третий уровень это форма, но форма как? Не просто свойство белого, а туда еще обтравочный маску контент, потому что его величество контента. И вот ты совместил у нас обтравка с девушкой, но она тут не особо улыбается, могла бы еще бы сильнее улыбнуться. Правильно, вот опять же, отличная композиция по Key Visual, по самому главному изображению связывающего зрителя, который смотрит с компанией, в этом-то и суть графического дизайна. Здесь, как правило, не так много информации в таких носителях, но зато задача сделать хороший визуальный ряд. Вот здесь ты хороший отступ сделал, то есть он у тебя сбалансирован, вот там вверху чуть поменьше его сделать. Вот XZ Design.ru, да, вот здесь вот логотип вообще нужен, ты правильно рассуждаешь. И вот перечисление, магнитная пряжка, карман и объем 15 литров. Тут по поводу вот этих вот, я их люблю называть позорные вектора. По сути, эти блоки не визуализируют суть того, что есть. Ведь карман для бутылки, он здесь присутствует. Как по-хорошему визуализировать? Нужно отдельное кадрирование сделать, либо сфотографировать карман для бутылки с вложенной туда бутылкой. Вот магнитная пряжка, значит, нужно сделать акцент на магнитную пряжку и показать, может быть, как она там, этот механизм устроен. То есть мы визуализируем информацию в деталях, рассказывая о сути продукта компании. Поэтому вот эти вот позорные вектора, они самые простые, конечно, они правильно сделаны по композиции, но если мы рассматриваем уже более правильный подход, более точный верхний уровень, опять же, его величество контента. Ты контентом визуализируешь верхний уровень, а вот эти вектора, это третий уровень, это обычные формы, но они просто более сложные, потому что есть вообще там простые иконки, ну, какую-то там простую корзину можно нарисовать, вот простая иконка, либо поиск простой иконки. А ты берешь и усложняешь, там что-то так, у нас там объем 15 литров, что-то мы сюда можем, здесь у нас кружок, здесь у нас там какие-то ушки, и так до бесконечности у нас медведь недовольный появился. Так что тут тоже требуется, конечно, контент. Свойства цвета. Вообще, вот эта палитра, которую здесь определил, как бы белый с черным, это как бы стиль и контент. Достаточно. Ты пытаешься еще ввести оранжевый, почему нет? Тоже можно сделать, но все равно старайся как-то под стой палитрой не слишком разбалансировать, делать ее там гигантской. Иначе можно вообще сделать так, что никаких фирменных сил у компании не будет, потому что любой цвет компания может использовать. Она все-таки должна персонально выделяться, но в первую очередь она выделяется не цветом, потому что три уровня визуала, нижний мы сказали, что это типографика, он вообще как бы отдельный. Верхний уровень визуала, это всегда свойство цвета, это базовый уровень визуала, некая форма или формы, это второе, ее личное контент. То есть цвет не является основным каким-то действующим инструментом восприятия с точки зрения вот этого бизнеса и влияния на человека. Вот контент, совмещенный с формой, это вот именно это называется кейривизуальное изображение. Ну и в конце давай посмотрим на презентацию. Даже любопытно узнать, потому что мы в обучении проходим, как самому выйти на улицу, ножками пройтись по хорошей погоде, сфотографировать некий билборд, самому привязать. И насколько я понимаю, ты сам сфотографировал это, сделал как раз то, что мы проходили ретушь. Но единственное, что ты видишь, что ты поместил свой дизайн. Ну раз ты тут все размываешь, по-хорошему у тебя и здесь все должно быть размыт, иначе фокус и здесь бы был бы, да, у тебя также размыт, фокус был бы в этой части. И конечно тоже здесь немножко нужно по яркости посадить все это в фон, то есть сделать точку белого, чуть-чуть опустить, для того, чтобы у тебя как раз изображение, которое напечатано, взаимодействовало бы с фоном. Но сам факт, что ты не поленился, пошел все это сделать, уже сделал первую попытку, это замечательно. Ну и того, что я могу тебе сказать, Макс, отличная работа, отличное домашнее задание. Вот бы мне все бы ученики так домашнее задание выполняли, потому что, ну, Макс и мои ученики, не будут соврать, всегда есть контраст. То есть вот есть творцы творческие, потому что они в первой рисовке, мои ученики, некоторые ученики, конечно, рисуют творчество. То есть тогда еще раз вопрос, зачем мы учимся? Но вот есть ученики, которые именно учатся и показывают, что они в рамках обучения могут сделать, а уже потом превратят свое творчество. У меня всегда в обучении есть правило. Вот в первый месяц я прошу точно следовать тому, что я учал. Уже во втором я раскрываю творческую часть человека, его представление, как он-то хочет сделать. Пожалуйста. Мне это нужно добавлять в очень точную, строгую, обоснованную структуру. А иначе и так можно сделать, и так сделать. Зачем это нужно бизнесу? Зачем это нужно компании? Как с ним будет заманиться конечный клиент? Как все это в деньги можно будет перевести, чтобы человек заинтересовался? Была установлена связь, интеллектуально, эмоционально, было понятно, было доверие. И человек вот, отдает деньги, клиент получает его эти деньги, человек что-то взамен, например, товар, рюкзак, а потом эти деньги компания и распределяет на дизайнеров. То есть дизайн это инструмент продаж про эффективное информирование и установление связи с клиентом, цель которого завершить сделку. Поэтому лайк, лайк, Макс я поставил, продолжай, доделывай работу, выкладывай в портфолио и иди к следующим домашним заданиям. Классно. Ну а в конце я хочу сказать уже по традиции, что если вы любители и интересуетесь дизайном, смотрите мои ролики, ролики других дизайнеров, продолжайте. Дизайн это очень интересно. Но как только ваша концентрация любительская подходит и вы хотите стать профессионалом, чтобы вам платили деньги любителям не платят и мастерам своего дела. То есть вы должны знать и понять все на рынке, чтобы конкурировать. Добро пожаловать к Андрею. Позвольте представиться. Вот у меня уже 11 год, как я рабочий дизайнер, арт-директор, обучаю по направлению как графического дизайна, так и по UX, потому что сам такие проекты веду. Ну и конечно техническая часть, без ее никуда. У нас очень много теории, очень много практики. Я показываю свои коммерческие проекты, за что и как мне платят деньги разные компании. Мы смотрим, что на рынке есть актуальность современной, всевозможные интервью сети, чаты GPT. Все это я внедряю в каждое обучение, чтобы показывать фактически, как моя карьера идет и обучать с основного до самого сложного. Любое обучение начинается с самого простого, самого базового и заканчивается в третьем месяце уже там самыми сложными материями, которые дизайнер может и должен освоить. Поэтому приходите, обучайтесь, становитесь дизайнерами 8 баллов плюс и конкурируйте на рынке, чего я вам искренне желаю. Спасибо большое, что посмотрели данный материал. В конце по традиции желаю вам любви, процветания и с каждым днем быть немножечко добрее. А на сегодня это все. С вами Ландрилов. Всем пока.